МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В общественной жизни Ассамблеи народа Казахстана были награждены несколько представителей Чечено-Ингушской диаспоры. Развивать программу ЭКО в Актюбинской области будут помогать российские медики. В каких сферах медицины обеих стран можно усилить партнерство? Обсудили медики Актюбинской и Оренбургской областей, собравшиеся в рамках международной выставки Европа-Азии «Сотрудничество без границ». Сверять часы раз в год для медиков Актюбинской приграничной Оренбургской областей уже стало доброй традицией. На совместных встречах обсуждаются вопросы улучшения качества предоставляемых медуслуг, а также развития и внедрения новых медтехнологий. В необходимости этого обе стороны не сомневаются. Время не стоит на месте, а рынок, в том числе медицинский, во главу угла ставят интересы клиента, в данном случае пациента. Поэтому если больной предпочтет казахстанской или российской медицине, китайскую, южнокорейскую или израильскую, значит туда же уйдут не только деньги. Там будет развитие. «Планируем более тесно работать с нашим приграничным соседом Оренбургской области, чтобы наши специалисты могли ехать в Оренбург, и они могли приезжать к нам, организация совместных семинаров, мастер-классов и так далее. Основная цель – более тесно наладить связь и, конечно же, учиться. Нам есть чему учиться у них, им чему учиться можно у нас. На сегодняшний день я могу сказать, что здравоохранение Актьюбинской области ничем не уступает, конечно, здравоохранению Оренбургской области». За год, что не виделись в обе стороны, произошло немало событий. Многое из того, о чем говорилось на прошлой встрече, уже воплощено в жизнь. В Актьюбинской области внедрили технику микрохирургии глаза. Уже прооперировано 400 пациентов. Тонкостями проведения непростых операций поделились Оренбургские медицинские светила. В то же время россиян привлекает наша служба реабилитации. Актьюбинские медики также охотно делятся опытом. Сейчас поликлиники Оренбуржия активно внедряют казахстанскую электронную систему приема пациентов. «Надо сказать, вот этот опыт, который мы увидели у вас, мы, в общем-то, стали широко применять в своих поликлиниках. И за этот год могу сказать, что многие поликлиники ввели у себя элементы работы и ваши регистратуры, и ваши работы с населением развивают неотложную помощь при поликлинике. За это вам отдельное спасибо за вот этот опыт». Основные темы нынешнего круглого стола – внедрение рентгенохирургии мелких кровеносных сосудов, экстракорпорального оплодотворения и трансплантология. Пересадка органов активно практикуется как по всему Казахстану, так и в нашем регионе. Все операции успешны, поэтому октябинским медикам есть чем делиться со своими российскими коллегами, как и их с нами, по поводу ЭКО и проведения рентгенопераций без надрезов. Нашимкент наденут корону. Она станет новой визитной карточкой города. Об этом на брифинге сообщил руководитель Управления архитектуры и градостроительства Иркенжусипов. Для улучшения архитектурного облика областных центров в течение шести лет было реализовано свыше 40 крупных проектов. В рамках реализации послания президента и поручения правительства Казахстана архитекторы Юга решили подарить Шимкенту корону. С милыми планами специалисты поделились на брифинге. 40-этажное здание будет венчать собой самую высокую точку областного центра и станет визитной карточкой не только Шимкента, но и всего Южного Казахстана. Идея построить в нашем городе величественную высотку принадлежит главному архитектору области Иркенжусипову. Разработкой эскиза занималась большая группа южноказахстанских архитекторов. Это будет 40-этажный жилой комплекс с гостиницей. Пока рассматриваются два места. Либо в микроволине Север, где находится одна из самых высоких точек города, либо за статуей Беодиби Каата в самом сердце нового административно-жилого района Шимкент-Сити. Сейчас там подводятся коммуникации, водопроводные и электрические сети, строятся дороги. Думаю, что корона Шимкента прекрасно впишется в общий архитектурный ансамбль. Новый монумент появится и у входа в здание еще строящейся областной ассамблеи на месте бывшего кинотеатра Казахстан. Памятник архитектуры станет символом дружбы и единства народов, проживающих в стране. Основа для будущего монумента уже залита. Сейчас строители заняты его отделкой белым мрамором, специально привезенным из России. Планируется, что высота монумента достигнет 7 метров. Идея проекта принадлежит председателям этнокультурных объединений области. Это место дружбы, это место созидания, это место взаимного уважения. И я хочу сказать, даже это дело, богоугодное дело. Говорить спасибо, быть благодарным друг другу за то, что мы любим и вот так хорошо, в согласии живем. Я думаю, чем раньше друг другу признаемся в любви и дружбе, я думаю, это лучше, чем позже или вообще никогда. Монумент Джерана, сквер Шамши, дворец Браксочетания, областная филармония, жебек Жулы на площади Ордобасы, музей Абая, мемориал Данг, комплекс Казына. За последние 6 лет в области было реализовано свыше 40 крупных проектов. Впереди у архитекторов в области не менее грандиозные планы. Будут продолжены работы по увеличению и улучшению архитектурного стиля. Например, при въезде в Туркестан планируется построить городок тюркоязычных народов. Кроме того, на границах с Казалардинской и Жембульскими областями будут установлены конструкции с символом Онтустык. Бесконечное движение вперед – так назвали свое будущее творение архитекторы. Возможно, именно таким станет въезд в Южно-Казахстанскую область. Предполагается, что диск диаметром 11 метров будет сплетен из нержавеющего металла. На лицевой стороне диска можно будет увидеть и луну, и солнце, и колесо. Охота на охотников. Егеря Балхаша в поисках браконьеров. С сентября по ноябрь в Казахстане открылся сезон отстрела водоплавающей дичи. Защитники природы следят, чтобы охотники не настреляли больше нормы и проверяют документы на оружие. Напарники Дмитрий Ким и Серик Кундукеров дважды в неделю выезжают на обход территории. В поисках браконьеров машина-патруль проезжает не меньше 70 километров в день. Егеря с пятилетним стажем и сами профи в охоте. Поэтому даже по погоде могут угадать, какой будет добыча и где сейчас промышляют у любителей дичи. Птице было много местное на открытие сезона охоты. Сейчас как бы ее постреляли, порасшугали. Сейчас охота в основном начнется, когда будет перелет с северных областей. То есть, когда на севере будет ночью заморозки, сюда пойдет северная птица перелет на юг. И тогда будет ее много, и тогда и охотников будет много. Иш-43М, номера на Цивиево. Да, вот номер, он должен все сойтись. 62-летний пенсионер Павел Шакиров еще не успел выйти на дичь. Но знает, ружье до и после похода нужно держать разобранным. Егере проверяют, сходятся ли цифры на гладкоствольной с документами. Лицензия у пенсионеров в порядке, путевка, удостоверение и разрешение на охоту на месте. Все даты проставлены. Запрещенных приманок не найдено. Сергей Горлов тоже оказался примерным охотником. Правда, из 24 патронов сегодня поразили цель только два. Этого достаточно, чтобы исполнить полевой ритуал. Без шулема охота-неохота. 51-летний мужчина за всю жизнь выучил рецепт только одного блюда. Традиционно, приезжая на охоту, подстреливая дичь, варим, ну, как говорится, шулем. То есть, суп с утки, вот, ну, картошка туда-сюда, лучок, все это, варится утка примерно около часа. За полдня рейда инспекторы не встретили нарушителей, но с начала сезона на троих жителей Балхаша уже составили протоколы за отсутствие документов и за засорение территории. Проверки по степям будут проводиться до конца ноября. В Петропавловске прошел фестиваль чечено-ингушской культуры. За активное участие в общественной жизни Ассамблеи народа Казахстана были награждены несколько представителей чечено-ингушской диаспоры. Казахстан – многонациональное государство, в котором проживают представители более 130 этносов. Северо-казахстанская область – не исключение. В Петропавловске состоялся фестиваль чечено-ингушской культуры в честь 25-летия независимости Республики Казахстан, в котором приняли участие представители этнокультурного объединения «Войнах». Этнокультурное объединение «Войнах» создано в 1995 году. Основные направления деятельности центра – изучение родного языка, традиций и обычаев, воспитание в молодежи толерантности, уважение других этносов и культур. За активное участие в общественной жизни Ассамблеи народа Казахстана были награждены несколько представителей чечено-ингушской диаспоры. Среди них учитель чеченского языка средней школы номер 17 Петимат Афхадова. Мне вручили благодарность за активное участие в жизни Ассамблеи народа Казахстана. Я думаю, за все то, что происходит и в нашей школе, и то, что мы проводим мероприятия Ассамблеи народа – это все у нас взаимосвязано. На фестивале выступали различные городские и районные танцевальные ансамбли. Также в ходе мероприятия присутствующим были представлены видеоролики в сопровождении стихотворений. Представитель чечено-ингушского этнокультурного объединения «Войнах» Ахмед Дудаев переехал в Казахстан в возрасте двух лет. Он родился в Чечне, в городе Шали. Ахмед исполнил зажигательный танец «Лизгинка» и рассказал об особенностях этого танца, а также о традициях и главных блюдах чеченского народа. У чеченцев «Лизгинка» является более быстрой и энергичной. Джигит должен показать свой внутренний огонь, свою удаль, свою ловкость. У нас есть традиционные блюда – это «жижигалниш», есть «чепелкш». Это считается у нас основными блюдами, которые подают, когда гости приходят. На фестивале присутствовали семьи чеченской национальности. Среди них Хава Сусуева, которая посетила это мероприятие с детьми и двумя внучками. Она переехала в Казахстан в 1997 году. И с тех пор он стал для нее вторым домом. В Казахстане у меня родилась мать во время депортации, когда наш народ высадивали. Она родилась в Усть-Камене-Горской, так что нас с Казахстаном связывают очень многое. Такие мероприятия на культурном объединениях в войнах проводятся ежегодно не только в Петропавловске, но и в районах области. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин